Девушки отдыхают 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 прошел рейд активистов против распития алкоголя в общественных местах. Грубо пришла в так называемый яму, амфитеатр, образовавшийся после сноса Мавзавея в 20-х годах, и ослепила в Азаране 10 человек. Предельцау заявил, что яму и часть Кириллевской стены придется закрыть на ремонт и покрасить в серый цвет. Напомним, что Кремль в детальное время оставался единственным объектом Москвы, который еще не покрасили в серый цвет. Это не только для того, чтобы это было не короче. Вот. Лучшая новость. Лучшая новость, я искренне рада для человека. Министр ЖКХ и фрагустройства России Петр Бирюков заявил о ставке программы «Моя Россия». В рамках комплексного фрагустройства лесов средней полосы России планируется замастив плиткой более 10 тысяч километров тропилок на пути миграции движений. По словам министра, гранитные тропилки позволят ежатым и гиблистым жителям быстро добираться до своих норок, так же для станет безопаснее и доступнее. Кроме того, гранитные тропилки будут служить гораздо больше обычных. Ну и последняя новость, последняя новость, с которой мы начнем. Мэр Москвы, я напоминаю, это на 2050 год, чтобы никто мне не отключил никакого. Мэр Москвы Илья Варланов. Аккуратно. Мэр Москвы Илья Варланов открыл свою резиденцию в заряде 38-го Банфорта. В связи с проведением Банфорта был ослаблен режим охраны резиденции, и москвичи впервые за 20 лет смогли попасть и посмотреть, как выглядит парк за высоким забором в самом центре Москвы. Напомню, что 5-метровый забор вокруг заряда установили в 2030-х году после строительства там права и переноса туда резиденции и варланов. Жители Москвы встретили нормальных 10-минутными овациями и поблагодарили, что удастся возможность прогуляться по парку. На самом деле говорить про будущее российских городов очень просто, потому что то, что сегодня у нас происходит... Да, теперь серьезно, шутки закончились. На самом деле говорить про будущее российских городов очень просто, потому что все, что сегодня у нас происходит, Это, в принципе, большинство городов европейских, американских переживало 30-60 лет назад, поэтому далеко ходить не надо, можно просто, чтобы посмотреть, как Россия будет выглядеть лет через 30-50, можно приехать в Скандинавию, в Европу, в новый район Америки и посмотреть, что у нас будет. То есть понятно, что Бриск будет с этим двором, понятно, что у нас будет с дорогами, с общественным транспортом. Недавно была не очень хорошая новость, потому что в Перми убрали троллейбус, видировали троллейбус. Ну, в принципе, геноцид электротранспорта, он происходит во многих городах, и происходит он с той же самой аргументацией, которая происходила в Европе в 60-70-х годах прошлого века. То, что электротранспорт, он нам не годится, мы будем надержать путь на автомобилизацию, что трамвайную систему можно убрать, чтобы освободить больше места. И многие города, они действительно так в прошлом веке, они выпилили у себя общественный транспорт, сегодня они где-то эти ошибки исправляют. Но если вы сегодня посмотрите новости из российских городов, то вы увидите, что у нас происходят те же самые процессы, которые происходили в Европе и в Америке 50-60 лет назад. Поэтому понятно, что у нас рано или поздно начнется исправляться ситуация вот с этими маршрутками, со всем остальным, это как-то будет меняться. Да, то же самое касается массовой жилой застройки. Действительно, те дома, которые мы сегодня строим, если мы говорим про массовое жилье, никуда не годится, и даже самая Европа прошла уже этот путь, и все сделали выводы. Еще в прошлом веке, сегодня они заканчивают сносы реноваций в холодных районах, ну а мы их пока еще продолжаем строить. Это, кстати, довольно проблемная история, потому что, ну, понятно же, что рано или поздно со всем этим придется что-то делать, но только вопрос, как. По-хорошему, естественно, все это дело надо будет как-то сносить, но мы до сих пор не можем избавиться от ветхого жилья. Проблема ветхого жилья в России стоит довольно остро. Много людей живет здесь, вроде, в деревяшках, которые в 30-х годах построили. В Москве вот до сих пор там обсуждают историю, там, с пятиэтажки, потому что затеяли реновацию. Но история с деревянными бараками и пятиэтажками, она еще как-то решается экономически. То есть вы можете, там есть экономическое целесообразие подобных проектов, на них можно найти инвесторов, и этот формат застройки можно как-то реконструировать и что-то с ним делать. А вот что делать с пятиэтажными домами? То есть там в лучшем случае у вас на этом месте получится построить нормальный район с тем самым количеством жителей за счет увеличения плотности. Но принципиально там денег не выгоднее, поэтому это будет большая проблема. Но у нас есть решение этой проблемы, поэтому если кто-то из вас по моему совету вложился в акции компаний, которые производят бульдозеры и машины для сноса, не переживайте. Мы чуть позже обсудим, что со всем этим будет происходить. Вот, поэтому, когда мы говорим про развитие наших городов, можно просто съездить куда-нибудь, не знаю, там в Париж и посмотреть, если все будет хорошо, что будет с нашими городами через 30-50 лет. Возможно, будет что-то такое, а может быть, ну ничего такого не будет, но я в любом случае оптимист. И я верю, что рано или поздно мы как-то будем нормально развиваться. Поскольку мы сегодня говорим с вами про будущее, давайте немножко начнем с прошлого. И чтобы лучше понимать, что будет происходить завтра, давайте посмотрим, как будущее видели раньше. Ну, окей, да, это у нас, мы сейчас с вами переносимся в начало прошлого века и смотрим на архитекторов и на те идеи, которые они предлагают. Ну, в начале нельзя не ставить Легурбюзье, который в последнее время как-то внезапно стал популярным, причем с не очень хорошей стороны. Это такой в глазах обывателя, это чуть ли не Гитлер от архитектуры и урбанистики. Все плохое, что происходит, сейчас принято сравнивать с Легурбюзье. На самом деле гениальный архитектор, который сильно, его идеи сильно опередили в свое время. Ну, вот люди из контекста врывают некоторые проекты и некоторые мысли. И сегодня вот Легурбюзье всем пугает, смотрите, для чего вот они вас всех довели. Легурбюзье было много видений того, как будет выглядеть город в будущем. Это и план Луазена, это и лучезарный город, это и гельплан Москвы. Вы их, наверное, все видели, это примерно что-то такое, да, это мы сносим, сносим все старое. На этом месте строим такие вот супер дома, высоченные, под ними там проходят эстакады коммуникации, все это зеленое, красивое, много воздуха, домой там ослиные тропы, не нужно держаться за старое. И вот у нас новый индивный мир будет каким-то таким. Что интересно, если мы посмотрим сегодня окраины наших крупных городов, то мы увидим примерно подобную картину. Ну, и не только окраины, да, сносим все старое и строим вот такие вот прекрасные многоэтажные. Хотя, понятно, что эти идеи были отвергнуты еще в прошлом веке, но мы любим выступать на старые граммы. Да, это, опять же, интересный проект, Леонидов, наш замечательный архитектор, проект «Наркомат тяжелой промышленности», который должны были построить на месте, где сейчас стоит бум. Конкурс был тогда объявлен в 1934 году, и в нем приняли тогда участие все ведущие советские архитекторы, в том числе и Леонидов. Вы просто посмотрите на проект, я нашел рендер его эскизов, и насколько он современный сегодня смотрит. То есть, если бы это сегодня построили, еще раз, это 1934 год. Если бы сегодня вот это вот построили где-нибудь в Москва-Сити, то все архитектурные журналы бы радостно писали о каком-то удивительном проекте. Все такое, так, с цилиндрически прозрачным небоскребом, с какими-то стеклянными террасами, мостные переходы между тремя этими зданиями. Все писали, он получил бы какие-нибудь премии, и это было просто удивительно, восхитительно. Но тогда, это уже был 1934 год, это закат авангарда, и он подвергся проекту уже тогда жесткой критике, и наравне с проектом Мельникова, который тоже предлагал фантастические идеи, потому что в 1934 году удализм в архитектуре уже считался чем-то плохим, и архитектура уже двигалась в сторону тоталитарной архитектуры, и поэтому все эти смелые идеи, они были отвергнуты. Ну и, как мы знаем, конкурс, к счастью, для москвичей ничем-то не завершился, он до сих пор стоит, и наркомат тяжелой промышленности там не построен. Но тем не менее, просто хотел бы воткать этот слаб, чтобы понимали, что все уже давно придумано, и то, что сегодня окажется модным современным, к примеру, то же самое рисовались 100 лет назад. Да, это тот же самый Иван Леонидов, его библиотека Ленина, который должен был быть построен на Воробьевых горах, когда еще там я бы зайду, где сегодня смотровая площадка, и должна была появиться вот такой вот невероятной композиции комплекс зданий, с гигантским стеклянным шаром, в котором размещался читаемый зал, с этим большим стеклянным объемом, и вот этот вот вылетной такой мост, который должен через Москва-реку идти в центр Москвы, и там какой-то супер-транспорт. Когда центр Москвы у нас остается, становится ядром такой вот некой коветы, а сам город линейно взрывается в сторону Санкт-Петербурга, и осью этой кометы становится Тверская улица, переходящая в Ленинградский проспект. И вот когда-нибудь, по мнению Лановского, города должны были соединиться, и сегодня, если бы все это так получилось, между Москвой и Петербургом мы бы ездили не на Сапсане, а ехали по какой-нибудь улице, и город бы не прекращался. Но гораздо интереснее посмотреть, кто в конце 20-х открывает лабораторию, и они начинают активно со своими учениками, кто будет про будущее. Вот, например, господин Крутиков, один из его учеников, представляет проект «Улетающий порт», это был дипломный проект, который производит одного шума. То есть, что тогда предлагалось? Тогда серьезно обсуждалось, что город должен быть перестроен. Почему город должен был перестроен? Потому что формат города, он формируется благодаря политическому, экономическому строю, который там в стране. То есть, идеальная кольцевая структура, по которой называлась Москва, это феодальный строй, потому что, как была крепость, в крепости селе Схолопа, и он, как и городу, как и любой европейский город, развивался по радиалии, поцелуя на этой своей структуре. Потом, когда и всем, естественно, молодому советскому государству не подходило. И вот эти перпендикулярные параллельные улицы, которые мы видим в Америке, это капиталистический строй. Естественно, наши города так тоже развиваться не могут. Поэтому для советского человека должен был некий совершенно иной быть путь развития. И вот Ручков предлагаем в 28-м году, да, 100 лет назад, 100 лет назад он предлагает летающие города. Все производства, они должны были быть сконцентрированы на нижних ярусах. То есть, все заборы, технические помещения, они будут бореть на таких вот островах, летать между этими островами в таких вот юных капсулах, которые обрезались. То есть, ну, поверьте, это прекрасная капневидная капсула, которая должна была подстраиваться под человека. И в зависимости от его нужд, она может быть больше, меньше, и, в общем, все это как-то перемещалось. Стоит сказать, что ни Латовский, ни его ученики, конечно, не в своих фантастических проектов не реализовали. Латовского мы знаем по вестибюлю станции метро «Красный Ван» по-совершенно замечательному, и интерьером станции метро «Дзержинская», ныне «Лубянка». А господин Крутик тоже ушел в метрополитен и делал парку и туры. И что интересно, вот во время обучения он всех шокировал своими вот такими фантастическими проектами, а потом начал заниматься сохранением исторического наследия. Еще один интересный проект – студия «Межрабком». Я всегда удивлялся неймингу этому советскому. А, не просто, «Межрабком Русс». Так, класс. В общем, в 24-м году ребята представляют макет города, как бы город мог выглядеть на Марсе. Это очень интересный проект, я хотел, чтобы мы сейчас его так немножко запомнили, чтобы мы потом к этому слайду не возвращались, потому что здесь мы видим совершенно такие вот прекрасные небоскребы, иглы по 200-300 этажей с какими-то переходами по низу, где там вся коммуникация осуществляется внизу, а люди там будут между этими небоскребами и иглами летать. И вот так вот должен выглядеть город в будущем, по мнению архитекторов. Черт, это все было 100 лет назад, 100 лет назад, да, вот все вот эти картинки, они были 100 лет назад. Ну и, что интересно, здесь, может быть, не очень видно, да, но если мы посмотрим сегодня с вами фантастические фильмы, то мы увидим, что народ особо не заморачивается, и города в будущем сегодня рисуют вот как-то так, да, что... Да. А есть, вы пока смотрите, а есть те, кто хочет в этом городе жить? Ну, хоть один и должен быть человек. Вот, есть, один человек есть. Мы специально договорились с охраной, что его выведут из зала. Вот. Ну, то есть, примерно так должны были выглядеть и города в будущем. Вы эти картинки там наверняка видели, и до сих пор подознать тиражировку. То есть, почему-то в представлении большинства людей в будущем оно должно выглядеть как-то так. Да, вот эти все небостребы, эти какие-то странные летающие машины, и вот те самые иглы, здания-иглы, лес из этих зданий, с какой-то там инфраструктурой упорожья, и вот люди должны в этом жить. Проблема в том, что жить в этом, конечно, никто не хочет, и, наверное, прикрули, чтобы в будущем народ попугать. Вот. Меня, кстати, тоже это будущее немножко пугает, поэтому, конечно же, жить мы так не будем. Теперь давайте посмотрим на настоящее. Что у нас сегодня? Что у нас сегодня происходит, как с каким проблемами города сталкиваются сегодня? Ну, во-первых, совершенно точно, что нужно что-то менять, потому что во всем мире идет активная дискуссия на тему того, как города будут выглядеть завтра, потому что сегодняшняя модель и сегодняшняя ситуация, которая есть с развитием городов, она мало кого устраивает, и все понимают, что что-то не так. Да, ну, первая проблема, и самая большая, это автомобиль и вообще вся транспортная инфраструктура, которая сегодня есть в городе. Я нарисовал классный слайд, вот, чтобы мы могли сделать хорошие фотки в Инстаграм и тегнуть варламов обязательно. Проблема машин в том, что понятно, что сегодня это необходимости без личного автомобиля, в большинстве людей сегодня не представлять свою жизнь в большом городе, но с другой стороны все понимают негативные последствия автомобилизации и все, что связано с автомобилем. Автомобиль это опасно, да, автомобиль убивает людей, автомобиль это вред экологии, автомобиль это очень дорого, и это огромная инфраструктура, которая, ну, в принципе, людей не устраивает. Ну, никто не хочет жить у северо-западной корни, например, где тихую улицу переделывают с такими эстакадами, развязкой, вот сделали ничего такое. Это как раз, вы видите, такие классные парковочки сделали, офигеть, у меня есть указка, да, сделали такие парковочки, ну, и все, это вот такой город, который развивается для того, чтобы стать удобным для автомобиля. И вся эта автомобильная инфраструктура, она токсичная, она может произойти такую аналогию со стеной. Я помню, когда переделывали Тверскую улицу, я ездил в студию West State в Роттердам, это та студия голландская, которая занималась проектом реконструкции Тверской. Так вот, мы там обсуждали, как сделать там пешеходные переходы, еще что-то, и у нас там была аналогия в процессе обсуждения, что дороги, это как новые стены. Если мы посмотрим с вами на Кремль, который огорожен стеной, да, то есть еще и вторая стена, видимо, новую улицу, театрального проезда, это широченная многополосная магистраль, которая фактически отрезает центр Москвы, его невозможно перейти, она очень шумная. И это практически вот сегодня новые стены, которые разрезают город на часто непреодолимые, плохо связанные между собой анклавы. Конечно, это проблема парковок. Здесь не нужно забывать, что автомобиль в городе занимает место больше, чем во многих странах нормы, жилые нормы на человека, да, то есть у нас автомобиль метров 26-30 с путями подъезда и всем остальным занимает. А в некоторых странах нормы жилые на человека, они меньше, то есть мы машинам отходим больше места, чем человек. Ну, а много есть американских городов, которые шокируют такими вот прекрасными фотографиями, и они пытаются сделать город удобной для машины, делают прекрасные вот парковочки. Многоуровневые паркинги и все остальное, они намного лучше. Это уже Россия. Здесь можно видеть вот все эти многоуровневые паркинги, которые строят в жилых районах, чтобы хоть как-то эти машины спрятать, но сами по себе эти многоуровневые паркинги, они являются проблемой. Они портят вид, никто не хочет жить, никто не хочет гулять рядом с такими зданиями. И это понимают уже сегодня. То есть сегодня, если мы возьмем и посмотрим, что в мире происходит, идет, кстати, сейчас понятный тренд на то, чтобы стыдливо спрятать эту вот автомобильную инфраструктуру. Многоуровневые паркинги, они вот как-то декорируются, либо вот как в штатах слева растения, либо как в Швеции справа, под какой-то деревянный там дом с куском снежным для детей, и появляются какие-то дополнительные функции. Или вот слева, это Голландия, они там на пляжах делали парковку в виде какого-то дюн, и паркинги они образовали такие вот барханы, очень так симпатично смотрятся. Справа-то Эйн Кобин тоже. Мы видим, что парковку закрыли деревьями, и она стоит в сервере, чтобы как-то максимально не мешать. Ну, то есть вся автомобильная инфраструктура, она сейчас как-то стыдливо прячется. То же самое происходит и со стаканами. Я был в Бостоне сейчас в штатах, и там у них был большой проект, я про него писал. Они из центра города зарыли все свои эстакады, была многополосная дорога, и они выкопали туннели, и они всю эту свою дорогу спрятали в туннель, а на месте бывших эстакад они сделали парки. Тебе там такой кринвейн называется у них, и люди ходят и гуляют, наслаждаются жизнью. Там есть неплохие общественные пространства, поля, деревья, в общем, все то, чего раньше не было. И города тратят много-много денег на то, чтобы всю эту автомобильную инфраструктуру куда-то спрят. Это проект из Сеула, тоже очень показательный, что же со всеми этими эстакадами будет происходить, когда мы берем эстакаду, и вместе делать парк, расставляем там деревья, и у нас эстакада превращается в общественное пространство. Вот, получается так вот, мило. Ну, и вообще, общий тренд на снос эстакад из городов, на отвод автомобилей куда-то, их прячут и стесняются, и, в принципе, понимают, что все это ненадолго. Кстати, забавная и интересная история, что в Лондоне, когда я смотрел новые районы, то там уже застройщиков в новых районах обязывают думать над тем, что будет с автомобильной инфраструктурой, когда не будет автомобилей. То есть, например, те же самые паркинги, они сразу должны иметь проект реконструкции, переделки их, когда автомобиль не будет, что с ними делать дальше. Да, чтобы там, например, высота и тарашки позволяют их переделать какие-то офисные, жилые, складские помещения. И застройщики там уже действительно думают над тем, что будет происходить с парковками, когда не будет уже необходимости в автомобиле. Поэтому, я думаю, это совершенно понятный трек. Мы еще чуть позже об этом с вами поговорим. Но вот автомобильная инфраструктура сегодня это огромная проблема для города, которую мы пытаемся решить. На втором, я назвал слайд город-завод, но это город как рабочее место. Мы понимаем, что большинство, многие сегодняшние города, особенно если мы говорим про города, которые выросли, сформировались в 20-меке, они форекс как место, где человек работает. То есть вокруг завода, или как-то сосредоточение неких рабочих мест. Человек из деревни переезжал, чтобы работать, человек переезжал в город, чтобы учиться, и от города ты при всем желании у него никуда деться. И сегодня такая ситуация, если ты хочешь как-то работать, учиться, развиваться, вести какую-то достойную жизнь, ты не можешь сегодня уехать из города. Ты к этому городу привязан, и это себе город не нравится. Потому что город до сих пор сегодня служит, концентрация рабочих мест, город сегодня служит центром образовательным, центр, который тебя развивает. И это большая проблема города, потому что мы не можем делать ничего другой, когда все люди едят нас в один город. Эта история, она не только у нас такая, классическая схема американского города, когда центр, это даун-даун с каким-то небоскребами, так называемый, это деловой центр, где люди работают, а все остальное такая бесконечная субурбия. Кстати, по формату интересно, потому что американские города это такие городоконусы, а у нас это город-воронка, потому что если у американцев центр высотный, а потом идет эта малоэтажная субурбия, то у нас наоборот строят все эти на окраинах муравейники, спальные районы, а центр это малоэтажная, еще сохранившаяся старая застройка. И проблемы в всех этих спальных районах вы их понимаете, и ее понимают все, а это не то, что есть какой-то вопрос для обсуждения или дискуссии. Проблемы в спальных районах, она всем понятна, это строят какие-то совершенно непонятные, гигантские миллионы квадратных метров, в которых десятки, иногда и сотни тысяч человек живут, без какой-либо инфраструктуры. Все эти люди вынуждены приезжать в центр, они вынуждены ездить куда-то на работу, то есть не создается там никакой общей инфраструктуры ни для отдыха, ни для образования. И вот эта модель города, которая с прошлого века, это из-за того, что в очень уродливом в варианте продолжает развиваться, это тоже огромная проблема. Ну, вопрос экологии, я думаю, тоже всем понятен, что первая и вторая проблемы, они автоматически приводят к третьей проблеме. У нас об этом только начинают говорить о вопросах экологии. Я, кстати, очень рад, что наконец-таки в России на тему экологии внимания обратили, потому что, например, в Европе там тема номер один, и любой проект, который бы не начинался, он обязательно, если вы прочитаете описание европейских новых проектов, там будет обязательно огромная часть про экологию, потому что сегодня без темы экологии невозможно ничего в Европе продать обывателю. На эту тему все замороченные, там глобальное потепление, вот эти выбросы всяких там парниковых газов, всего остального. В общем, экология – это номер один тема в Европе, у нас она начинает выходить на передний план. Кстати, приятно, что на тему экологии в последнее время в том числе много протестов, и это говорит о том, что экология у нас вышла после какой-то политической повестки уже номер один, и люди начинают уже заткнуться. Они не хотят, чтобы у них потом строили завод, они не хотят, чтобы у них там была свалка, и люди реально там переживают над тем, что им там будет нечем дышать. И это проблема большого города. Это проблема большого города. Можно посмотреть на тот же самый Китай, где голубое небо, если вам повезет, вы увидите несколько раз в году, когда в китайском городе проходят какие-то международные события, вот чтобы иностранцев не шокировать вот этих смогов, китайцы на несколько дней перестают коптить небо, которые останавливают свои заводы, свои угольные электростанции, а до сих пор большинство электричества в Китае генерируется на угольных электростанциях, и можно увидеть голубое небо. Кстати, в Пекине на Тяньмэнь площади стоит большой стенд, который показывает сегодняшнюю экологию и состояние города. Ну и следующий момент, который тоже немаловажный, это вопрос досуга. Что сегодня, если мы с вами хотим иметь полноценный досуг, то мы тоже от города никуда не денемся. В деревне и в субурбии в Америке в такой малой позе это заменяет торговый центр, то есть человек едет отдыхать в торговый центр, но в принципе, если вы хотите там полноценный досуг, ходите в театр, по каким-то ресторанам, библиотекам, ну и вообще как-то вести такую активную жизнь, развиваться, выставки, музеи, мы тоже от города никуда не денемся. Вот. Но это, кстати, вопрос такой немножко дискуссионный, вообще об актности досугу, и о том, что люди хотят делать, потому что у меня есть следующий слайд, может кто-то сейчас себя здесь узнает. Это Невада-центр, они сделали опрос, чем занимаются в свободное время россияне, и здесь вот внезапно выяснилось, что большинство россиян в свободное время смотрят телевизор, 79%, вот, 30% они еще читают, отдыхают от природы, и садоводства, то есть вот как от природы так понимают удачники, вот, а все остальное, то есть там самообразование и другое, это процент очень маленький. Это тоже полезный слайд, вы его запомните, мы потом еще с вами на эту тему поговорим. Да, интересно, сколько из них YouTube смотрят? Мы сейчас проведем выставку в соцсетях. Кто из вас смотрит, кто YouTube-канал? Что-то подойдет. Вот кто здесь, а кто на береге, конечно, смотрит, а на балконах никто не смотрит. Так, ну, мам, значит так, друзья, смотрите, пользуясь положением, у меня есть плата, ссылка на YouTube. Вот кто не смотрит, нужно подписаться, нажать на колокольчик, вот, и поправить статистику. То есть вы сейчас все люди, как дачники, у вас 30 процентов. Не, я рад, что это не смешно, мне, как раз, чуть-чуть не хватает на миллиона подписчиков, поэтому давайте сегодня все придут домой и подписатся на мой YouTube-канал. Еще одна проблема, с которой начинают сталкиваться сегодняшние города, это старейшее население. Как мы знаем, в экономически развитых странах с ростом уровня жизни у нас растет количество пенсионеров, стариков, и в некоторых странах это действительно превращается в проблем. В чем проблема? Проблема в том, что исторический город никогда не был рассчитан, что в городе будут жить старики. Можно взять и в городе, и в российский город. Какой тосток предлагает город сегодня в России бабушка? Ну, посидеть на лапке. То есть посидеть на лапке и работать на рода, кто проститутка, кто наркоман. Это, в принципе, все, что в нашем городе может делать бабушка. Но если ее очень повезет, она может там еще сходить в магазин, не дай бог ей, конечно, поехать в магазин на метро. Ее там покроют матом, что она занимает местом несчастных студентов. Ну, и по улице она далеко уйти не может из-за всех этих дорожных революций с подземными переходами и всем остальным. В итоге, сегодня город людям пожилого возраста но не предлагает вообще ничего. Кроме как сидеть у себя, заживать свою жизнь в своем бетонном мешке и проводить время как на ванношке. При том, что количество пожилых людей очень много, оно довольно большое. То есть, может быть, мы даже не представляем, какое. Вот, к примеру, в Японии это уже 32% это люди старше 60 лет. В России процент чуть повеньше, но у нас примерно как в Штатах 19-20, сейчас уже побольше. Но дальше проблема будет усугубляться. То есть, пожилых людей с ростом уровня жизни, ростом экономики будет все больше и больше. У нас случается медицина, поэтому вопрос, что делать вообще пожилым людям, которых в крупном городе там будет треть, да, каждый третий. Это большая проблема. Теперь мы перейдем с вами к тому, вообще что у нас говорят сегодня наши урбанисты, люди, кто занимается развитием городов будущего. Это Лидер Каутер, один из таких основоположников, так называемого, нового урбанизма. В принципе, все те идеи, которые мы сегодня с вами обсуждаем, он выдвинул еще в прошлом веке, в 80-х и 90-х годах. И у него есть несколько замечательных лекций, публичных, некоторые даже перевели на русский язык, советую всем посмотреть по поводу того, как должны развиваться города. Он сегодня занимается консультацией городов, и в том числе азиатских, он в Китае, там у его компании были подряды по развитию китайских городов, в том числе и штатах. И он сегодня думает о том, что должно быть в хороших городах с перспективы 50-го года, да, 20-50. Я несколько тейсов выписал, да, это был первый номер один, конечно же, поскольку он представитель западной цивилизации, это экология. Я даже даже не думал, что он писал экологию, потому что, опять же, если не выходишь и не говоришь, что мы завтра все умрем от глобального потепления, нашествия там саранчей, еще чего-то, да, ты просто проект ничего не продашь, и тебя слушать не будут. Но это, конечно, первое, это экология, это сохранение окружающей среды, это то, что раньше город, он как море разливался, уничтожая, все живое на своем пути, он уничтожает природу, но сегодня природа должна обратно взять свое, и должна войти в этот город, и всем должно стать сразу хорошо. Самое главное – смешение функций, смешение населения по возрасту, по доходам, то есть для чего это нужно? Это нужно, чтобы не образовывалось город, вот в том понимании, которое у нас есть сегодня, да, со спальными районами, где все вынуждены ехать, там центр на работу, то есть каждый район, он должен быть более-менее самодостаточным, то есть там должно быть необходимое количество рабочих мест, там должны быть обязательные развлечения, там должно быть какие-то образовательные учебы, то есть там должно быть все, чтобы человек мог вести там полноценную жизнь, потому что сегодня, возвращаясь к транспортным проблемам, огромная проблема – это с тем, что люди вынуждены ездить на большие расстояния, чтобы получить какие-то необходимые им услуги. К примеру, в Штатах у них есть программа по сокращению количества среднего пробега у домовладения, у них сейчас там 22 тысячи миль, да, это больше 30 тысяч километров в год, они хотят сократить это до 10 тысяч миль, то есть более чем в два раза средний пробег на домовладение, чтобы они начали меньше ездить. Для этого, конечно, у вас новые районы, новые города, они должны в непосредственной близости от места жительства предоставлять все необходимые услуги и сервисы, чтобы человек был счастлив. И, конечно, люди должны быть, нельзя делать районы для богатых, районы для бедных, то есть не должно быть никаких вот таких вот гетто, то есть население по уровню дохода, по возрасту, оно должно как-то все перемешиваться. Конечно, человеческий масштаб. Человеческий масштаб – это, на самом деле, казалось бы, очень понятная история. Ну, что такое человеческий масштаб? Но, соответственно, все это понимают на уровне просто какой-то интуиции, на уровне чувств, мы все это понимаем, но, с другой стороны, мы как-то пытаемся постоянно от этого отойти. То есть, человеку несвойственно находиться в каких-то огромных пространствах, потому что это непривычно человеку. Человеку, как бы, хочется быть защищенным, ощущать чувство безопасности, поэтому он, например, идет всегда, если вы сделаете широкий трудоварь около дома, то вы посмотрите, что большинство людей будет идти около стены, и потому что около стены они чувствуют себя безопаснее, как вот он раньше шел не по центру поля, он шел по опушке, да, ему хочется спрятаться там под дерево, и он как-то взаимодействовал раньше с природой, сейчас он хочет так взаимодействовать с городом, но это ему сейчас не дают, сегодня ему это не дают. При этом, если в каких-то моментах мы не давали это по идеологическим причинам, например, вся та же тоталитарная архитектура, она построена на том, что... и многорелигиозная архитектура, она построена на том, чтобы подавить человека, показать вашу ничтожность, и мы иногда, входя в какой-то храм, мы ощущаем такие смешанные чувства, когда видим эти огромные несвойственные пролеты, мы видим вот это богатое убранство, и нам становится как-то не по себе, мы чувствуем все перед Господом свое, что мы такая вот жалкая какая-то вот песчинка, да, а это вот что-то великое. То же самое, когда мы открываем там двери Московского университета и других сталинских высот, мы видим гигантский цоколь, эти какие-то циклопичные скульптуры, которые не где-то там наверху стоят, они стоят прямо перед нами, и мы понимаем, что вот какой-то винтик в этой большой советской машине. Поэтому широкие проспекты, все остальное, это тоже из этой серии, да, это не свойство человека, дарит дискомфорт, поэтому человеческий масштаб для города будущего очень важный фактор. Следующий момент, мы принесем дальше, мы говорим подробнее, это персональный транспорт и велосипед изменит транспортного поведения. Я думаю, тут примерно понятно, да, что отказ от автомобилей, и мы сейчас дальше посмотрим, отказ от автомобилей, он идет абсолютно во всех проектах, когда мы говорим про будущее. Ну и хороший общественный транспорт, куда же без этого, моя любимая, хороший общественный транспорт, ничего, от этого никуда не делится. Здесь на обмор-форме несколько дней назад выступали представители Сингапура, да, и вот они озвучивали свою стратегию развития Сингапура 2040 в плане транспорта. В плане транспорта и примерно те же самые дейсы. Так что мы, комплексное планирование, больше связности, лучше сервис на общественном транспорте, активное ежевое сообщество, ну и снижение зависимости от частного транспорта. То есть это примерно те тренды, которые сегодня есть в разных странах, если мы с вами говорим про будущее. Теперь я хотел бы вам показать несколько проектов, перед тем, как уже начнем с вами совсем фантазировать, давайте посмотрим несколько проектов, как видят сегодняшние архитекторы город будущего. Этот проект я когда-то подразделил в блоге, может, я уже успел с ним ознакомиться, это Торонто на набережной озера, это Google решил построить город будущего. Ну, на самом деле там не совсем город, там скорее район. А потом, когда они начали считать деньги, они сказали, что мы вообще построим только, по-моему, 5 или 7 процентов, а остальное отдадим частным девелоперам. Но, тем не менее, они этот проект очень презентовали с помпой, все про него написали, как будет выглядеть город будущего от Google. Да, ну, конечно же, она у нас там плотная застройка, да, конечно же, все это суперэкологично, все построено из дерева, все из натуральных материалов, в этом городе, конечно же, не будет машин, и прямо прописано, да, что отказ от автомобиля, это как вот главная цель города будущего. То есть они создают такой город, он уже ведь настолько удобен для человека, что человек сможет полностью отказаться от личного автомобиля. Вот, ну, это и рисуют с таким вот, какие-то такие фантастические картинки. Ну, здесь совершенно не важно для нас, построят они его или не построят, важно просто проследить те тренды, которые они говорят. Это все мы сейчас в 50-й год с вами рассматриваем, что у нас будет через 30 лет. Это совершенно замечательный проект от студии БИК. И они очень много всего уже построили. Кто был в Копенгагене, на рекомендах зданий, это и мусоросжигательный завод, и дом восьмерка, и все эти гаражи. Но также их главный архитектор, к сожалению, забыл, как его зовут, в общем, он тоже очень любит на тему будущего в том выступать. И если вы посмотрите, на что он нам предрекает, то первая, конечно же, причина – это экономия. Это экономия, что все будет плохо, все будет плохо, глобальное потепление, уровень мирового океана поднимется, затопят 97% прибрежных городов, и людям придется переселяться на город. Ну, это какие-то такие, на мой взгляд, это уже очень фантастические истории. Но, тем не менее, это вот его студия, она это так видит, и как-то будет выглядеть. Это город на 12 тысяч человек. Город на 12 тысяч человек, где, собственно, вот такие вот жилые дома средней тальности формируют из себя остров, потом эти острова формируют тоже 6, здесь всего по 6 формируют еще остров, и 6 этих островов, они формируют большой остров. 666. Обратили внимание, да? Что творят? Вот, 3 шестерки, и получается вот такой вот остров, который должен решить вопрос затопления прибрежных городов. Будет сюда красиво, а еще там будут лежать всякие устрицы, жучки, паучки, и они будут очищать воду. Конечно же, нужно очищать воду, без этого никуда, поэтому это будет выглядеть, в их понимании, 50-х год будет выглядеть как-то так. Хорошо, давайте к голландцам еще быстренько обратимся, к Юрин-студио. У голландцев есть целая программа, и они насчет будущего думают уже последние 10 лет очень активно. У них прямо в каждом городе есть целые там стратегии, как они собираются развиваться в 21 веке. Это ГААГА, и собственно вот архитекторы перестраивают вот транспортный, где там центральный вокзал, если вы видите вокзал, они перестраивают этот транспортный хаб, и говорят, ну, как все это будет выглядеть. Конечно, это будет очень экологично, это будет суперэкологично, потому что их вот новый город, он будет полностью себя обеспечивать, то есть везде будут солнечные там батареи, панели, везде будет очистка воды, они там прямо, и центральная установка, вот видите, там прямо такая вот у них стоит над этим мостом, надо там делить воду на три уровня, то есть там дождевая вода, вода обычная, вода из канализации, они там ее все очищают, как-то используют. В общем, вот как-то так это будет выглядеть, такие шары с террасами, где вот, где-то там внутри будут жить, и работают люди. В общем, так вот будущее выглядит у них. Что нам делать сегодня? Что делать? Хороший вопрос. Что? Мавзолей не сносили? Мавзолей не сносили? Мавзолей! Мавзолей! А, я понял. Я думаю, вы за мавзолей здесь. Я же спрашивал, кто случайно сюда пришел, вы руку не поднимали. Окей, что делать дальше? Что делать дальше? Давайте сейчас теперь посмотрим, Чтобы нам окончательно понять, как будет выглядеть город будущего и куда мы все рады, или поздно придем, посмотрим, какие последние тенденции, о чем сегодня говорят. Та-дам! Любимый слайд чиновников. А есть какие-то чиновники здесь? Ну, может, из мэрии кто-нибудь, не обязательно московской. На Болгоне руку поднимают. Чиновников нету? На Болгоне руку. Ну и зачем пугаете вот человека? Кто бы уже кто-то хотел поднять руку, а мы, слава богу, да, ну, сейчас человек все смущается и все. Ладно, любимая тема, да, это, кстати, очень интересно, если вы проследите, о чем у нас говорят многие чиновники, да, так как все одно время бегали с нанотехнологиями, никто не понимал, что такое нанотехнология, потом все бегали с блокчейнов, никто не понимал, что такое блокчейн, сегодня все бегают с умным городом. И я вас не удивлю, не удивлю, но никто не понимает, что такое умный город. Портовки, которые в зависимости от запуски в конкретной улице, они начинают менять цену, чтобы всегда там было свободное место, когда система есть в Сан-Франциско, это тоже умный город. Сингапурская система платных дорог, которая в зависимости от трафика меняет цену на проезд, это тоже умный город. Я буду, не надо передать, и у них там очень интересная система относительно умных городов. У них есть государственная программа грантов, когда они выдают различным компаниям на тему умного города, они выдают гранты. Но они не просто дают им деньги, как это сделано везде, у них есть опытные экспериментальные районы, в которых можно реализовать свои идеи. То есть если вы получили гранты, вы не просто получаете деньги на какое-то разработку, а вы еще получаете возможность ваши идеи протестировать в масштабах реального города, ну, конкретного района, но испытать это на людях, что очень круто. И вот у них, например, там есть классная система, они сейчас делают в Хельсинки по обмену помещениями. То есть, ну, просто банальный пример, да, у вас есть школа, и у этой школы есть спортзал. Спортзал используется 5 дней в неделю, выходных спортзал проставлен. Да, при этом есть масса людей, которые бы хотели в выходные пойти поиграть в футбол. Вот, чтобы соединить вот эту школу, которая могла бы сдавать за какие-то деньги свой спортзал на выходные людям, кому нужен, это есть там специальное приложение. То же самое, да, там у вас есть какой-то офис, и в этом офисе есть там столовая с кухней, и вы были готовы теоретически там на выходные сдать, или вечером там в вечеринку, или сдать свой там конференциант под работу. В общем, проблема, что сегодня огромное количество площадей, они так посчитали, сейчас точно цифр нету, но они посчитают, что огромные площади в городе сегодня используются неэффективно. То есть, особенно когда пишут про образовательные и муниципальные учреждения, которые работают 8-9 часов в день, а потом большую часть дня они не работают. И они сделали систему, где вы со звона смартфона можете, во-первых, туда подключить, свои помещения сдавать, а можете просто одной кнопкой арендовать помещение, которое в эту систему входит. И это позволяет им намного эффективнее использовать и до общей площади, и вообще городское пространство, чему они очень рады. Но, к сожалению, опять же, возвращаясь, если вдруг для себя есть чиновники, я вот недавно в Твиттере увидел классный слайд, и я хотел бы объяснить, что такое умный город теперь для чиновников. Умный город имеет ничего общего с футуристическими гаджетами и искусственным интеллектом. Умный город — это когда дети могут в безопасности ездить на велосипеде. Вот мне кажется, что все, кто сегодня по всей России носится со своими этими вот умными городами, и они собираются там что-то делать, да, нужно начать в первую очередь с того, чтобы ребенок мог самостоятельно в школу поехать на велосипеде, а мы за него не переживали. Вот с этого можно начать, это будут очень умные города, но до этого нам пока еще далеко. И мы переходим к самому интересному, да, это автономные автомобили. Автономные автомобили — это то, что все очень ждут, в это вкладывается сейчас очень много денег, все крупные компании развивают эту тему, и это то, что полностью изменит наши города. Это такая глобальная революция, которая должна полностью наши города изменить. Вообще с автомобилизацией начали происходить интересные вещи. Вот это вот замечательный график американский от Минчиганского университета о том, как меняется, во-первых, ежегодный пробег автомобилей в Америке, а во-вторых, меняется количество автомобилей. То есть в нулевых годах в Штатах впервые перестало расти количество личных автомобилей. Такого никогда до этого не было, и это очень прямо так знаменательно. Например, те же самые тенденции мы сегодня видим в других там развитых странах. В Европе перестает расти количество личных автомобилей. Параллельно, естественно, все думают на тему автономных автомобилей над автопилотами, потому что это кардинальным образом изменит вообще нашу жизнь. Ну, во-первых, да, что самое главное, вам, ну, первое дело, так же вопрос, парковки. Потому что, когда у вас есть парковка, вам не нужно ставить машину у себя под окном на газу. Вот. Наконец, сбудется мечта большинства автовладельцев. Они смогут высаживаться и не ходить вообще. Они будут высаживать прямо до подъезда, а дальше автомобиль будет уезжать самостоятельно на окраину города, окраину района, где в промзоне никому не мешают, будет заряжаться. И с утра будут подъезжать. Но это лишь первый шаг, вполне логичный. Второй момент – это, конечно же, отказ от личного автомобиля. Потому что, если автомобиль станет самостоятельным, то зачем вам личный автомобиль? И опять же, про смерть личного автомобиля говорят сегодня практически все, кто занимается темой будущего. Это неизбежная история, что автомобиль мы начнем делить и отпадет необходимость иметь свой личный автомобиль. Как сегодня происходит. Сегодня пришлось очень эффективно. Вам нужно купить машину, вы покупаете машину пятиместную. С расчетом, что вам нужно будет там бабушку вывезти на дачу раз в год или друзей там из аэропорта забрать. У вас есть такие знакомые? Да? Я думал, это умерла тема, но нет. Что, прям серьезно вам говорят, и они… Слушай, я не хочу 1000 рублей тратить на такси, но не мог бы приехать, 3 часа поставить в пробках и забрать их из аэропорта. Так происходит это? Да. Вот. Сколько-нибудь есть роботы? Передайте. Пусть потерпят еще 20 лет. Вот. Собственно, то, как сегодня происходит с любыми шейферами и сервисами, да, вы берете вот то, что вам нужно. Вы идете там в фото в прокат и берете тот объектив и тот фотоаппарат, который вам нужен, и вам нет никакой необходимости иметь у себя дома кучу оборудования, там, если вы фотографы. Многие фотографы, они знают, насколько там это удобно. Как сегодня вы в каршеринге можете взять машину того размера, какая вам нужна, большую, маленькую, в зависимости от того, куда вы едете. Так это будет происходить автоматически. Вопрос в том, когда это будет происходить. Есть мнение, что там, например, уже лет через 10. А есть мнение, что может выйти через 20, а может быть и вообще никогда. Потому что с автономными автомобилями очень много сложностей. Одна из них, я вот сейчас был в Калифорнии и разговаривал с одним из человек, который работает как раз в компании, которая делает радары для этих автомобилей. И он говорит, мы сейчас столкнулись с проблемой, что роботы очень добрые. Ну, то есть, едет автономный автомобиль от Google, едет по трассе, и ему нужно перестроиться. Понятно, что если нужно перестроиться, и ты добрый, то ты не перестроишься никогда. То есть, ты уедешь в Мексику в шоссе, да, но тебя просто никто не пустит. Или когда ты просто стоишь, да, и тебе нужно проехать перекресток. Опять же, если ты будешь очень добрым и будешь соблюдать просто все правила дорожного движения, никого не подрезать, никуда там не вклиниваться, ты никогда не сможешь эффективно ездить. И вот эти вот машины-роботы, которые сегодня ездят у них по Калифорнии, они столкнулись с проблемой, что люди издеваются над роботами. Они их обижают, они их не пропускают. Несчастные роботы вынуждены часами колесить вот по этим стаканам, потому что они не могут съехать. Более того, про знак, про то, что роботы добрые, человек решил еще специально их подрезать. Их специально не пропускают. Вот. Такая ужасная ситуация. Поэтому, вы зря смеетесь, рано или поздно, роботы нам отомстят. Вот. Я себе просто представляю робот-васкет за рулем Тесла, да, который будет подрезать, никого не пропускать. И говорит, да помните, пять лет назад, да, вы меня... Они помнятся будут? И он тебе подрезан, да, такой, да помнишь, пять лет назад, ты сволочь меня не пустил, а вот тебе и отменочка. Вот. Поэтому, здесь вопрос такой. Второй вопрос, который сегодня реально мешает развитию вот всех этих автономных автомобилей, это, как ни странно, вопрос в том, что для автономных автомобилей не нужны люди. И сегодня, и у нас в стране, и вообще в мире есть огромное количество людей, которые работают водителями. Водителями таксистами, да, это такой, в общем, низкоквалифицированный труд, но для многих это такой единственный какой-то выход, как завод. Пойди там в Uber или просто водителем, да, и у них так все замечательно. Возникает, соответственно, вопрос, а что делать со всеми этими людьми? Ну, то есть, это вопрос для государства. С точки зрения корпорации понятно, и с точки зрения нас с вами это тоже все замечательно. Нам, чем скорее прогресс наступит, тем будет лучше. Но, с точки зрения государства, вопрос, нужно решать, а что делать с людьми, которые оказываются без работы. То есть, ну, допустим, завтра мы так ставим, что в Штатах все автомобили перейдут на автопилота, и миллионы, миллионы людей окажутся на улице. Что с ними делать? Ну, он будет в капли. Поэтому, скорее всего, мы увидим очень серьезное сопротивление. Такое же, как мы сегодня видим с Uber, который входит во многие страны, и увидит, что его запрещают, там, устраивают протесты, эти профсоюзы таксистов. И есть большая радость, что мы увидим такое новое движение, как раньше люди уставки ломали, да, так что теперь сегодня чиновники и бюрократы будут вставлять палки и колеса прогрессу, и будут мешать развиваться в будущем, всячески законодательно все это дело ограничивая, и в ближайшие там 10-20 лет мы ничего не увидим. Но мы это увидим в любом случае рады или поздно. И здесь кто-то обязательно говорит, что, ну, эти все автопилоты и все остальное, это же тоже прошлый век, да, наверное, в будущем машины будут летать. И, возвращаясь ко всем этим фильмам фантастическим, которые мы смотрели, мы видели, что машины действительно летают среди этих фантастических зданий. И здесь я соглашусь с Элоном Маском, который много рассуждает у нас тоже про будущее, который крайне скептически относится к тому, что машины будут летать. По многим причинам он, это не только он, то есть многие люди говорят, что все, конечно, замечательно, но человек не готов к тому, что у него над головой что-то летает. Потому что это вызывает дискомфорт, это лишний стресс, это небезопасно. Я не знаю, кто-то из вас, ну, наверняка, запускал квадрокоптер или видел, как непосредственно в близости от вас квадрокоптер летал. А теперь представьте, что квадрокоптер будут сотни, и они все будут шумными. То есть сделать шумные летательные аппараты пока невозможно. Я читал какие-то фантастические истории про ионные двигатели, но это как-то уже совсем что-то непонятно когда. То есть на нашем веку двигатели будут шумными, и все, что летает, будет очень сильно шуметь. Поэтому перспектива, что у вас над головой какие-нибудь пять машин Яндекс.Такси будут так вот кружиться в поисках клиента, я думаю, никому из вас не понравится. Кроме того, понятно, что это мега аварийная история. Действительно, если бы кто-то не закрепил себе колесо, тот самый озлобленный на людей робот, то это может привести к каким-то последствиям. Поэтому, ну, Илон Пас в свое время начал делать свою гидру. Подземные скоростные туннели, по которым мы будем со скоростью более 322 км в час борозить недра земли. Ну и в принципе все становятся к тому, что гораздо проще уходить будет под землю, потому что под землей можно строить инфраструктуры без всяких проблем, гораздо тихим, чем делать это в воздухе. Они сейчас думают над тем, как снизить стоимость бурения, и если у них там это дело получится, то мы все увидим там какой-то новый дивный мир с туннелями. Ну, опять же, возвращаясь к нам про Гиперлупу, сегодня все проекты, которые делают относительно будущего, они закладывают в себя на дистанции Гиперлупа и голландцы, и американцы. И что вот все так его хотят и ждут, что я думаю, скоро кто-нибудь построит. Сейчас вроде арабы строят между Дубаем и Эр-Рианом в Санкт-Петербургской арабе, но не знаю, что у них получится. В общем, история с автомобилями, она на самом деле очень интересная, и это первое, что сильно повлияет на наши города. Следующий момент – это доставка на араб. Опять же, как мы говорили в начале, огромные проблемы у нас сегодня в городах из-за того, чтобы получить необходимые вам сервисы, вы вынуждены куда-то за ними ехать, идти и получать их вне своего дома. Ну, понятная история с работой, да? Вы ходите на работу, хотя там теоретически работать можно было бы и удаленно. Вот у меня есть команда, там какое-то количество человек, больше 10, и мы все работаем удаленно. Я некоторых из них не знаю даже в лицо, никогда их не видел, а некоторые не знаю даже, как зовут. Потому что они себе придумали странные тамники, поместили каких-то котов и непонятные картинки. Все нам оттапки, я даже не знаю, как их зовут. И вот если это сейчас кто-то из вас на меня работает, возможно, я даже его не узнаю и не передам привет. Мы все равно в офис-образных городах, но это не мешает нам коммуницировать посредством мессенджеров, каких-то еще приложений. То есть все счастливы, все выполняют свои задачи, нет никакой необходимости приехать в офис. Развитие вот этих вот всех автоматных историй, оно будет продолжаться. Потому что когда сегодня в мире идет борьба со специалистов, вы не можете позволить себе находить специалистов в той точке, где вы работаете. Например, у компании Google десятки офисов по всему миру, и это не просто прихоть, что вы хотите работать по всему миру, они должны выгребать специалистов и в Китае, и в Лондоне, и в Москве. Потому что ты не можешь построить огромный офис у себя в Калифорнии и всех пригласить в Калифорнию. У тебя сразу рынок рабочей силы ограничен сам одним процентом людей, кто теоретически готов в эту Калифорнию переехать. Поэтому сейчас компании вынуждены очень сложно строить свои офисы по всему миру, чтобы собирать, выгребать со всего мира лучших специалистов. В будущем это будет происходить как-то проще, когда мы просто будем, не знаю, додевать очки виртуальной реальности или что угодно, и проводить встречи, конференции и все остальное, не выходя из своего дома. То же самое приходится и развлечениями. Я думаю, кино там и многие развлечения, кто увидит, что у меня есть сегодня, они умрут. Любой человек, кто надевал на себя очки виртуальной реальности современной, я думаю, он со мной согласился, что впечатление вот этого эффекта погружения качества картинки и все остальное, это когда вы надеваете очки виртуальной реальности, это гораздо, там, в разы превосходит все, что мы можем увидеть сегодня в самом современном кинотеатре. Ну и в принципе многие другие сервисы, как то образование и так далее, да, мы их начнем получать напрямую в свой дом, например, не надо ходить. Нам не нужно будет ходить в магазин за продуктами, нам уже сегодня курьер приносит продукт, ну а завтра будет какой-нибудь там робот приносить тебе твой пакет с продуктами, и тебе не нужно ходить в магазин. Нам не нужно будет, я не знаю, куда люди еще ходят? Куда? В больницу. В больницу тоже не нужно будет ходить. Зачем тебе ходить в больницу? Ты будешь на 3D-принтере распечатывать нужные органы, как карточь менять. Перепил немножечко, взял печень, поменял, и опять можно дальше вести разбойный образ жизни. Вот. Кстати, это такая же история. Если сегодня на YouTube берете что-нибудь, одежду на 3D-принтере, то вы увидите уже массу таких первых шагов, когда вы с помощью 3D-принтера можете печатать себе там необходимое одежное украшение, там модный лук, выбирая на каждый день, а платить вы будете, соответственно, не компанией, которая производит одежду, а людям, кто вам дает эти вот модели для вашего 3D-принтера, кто знает все ваши размеры, и у вас с утра будет просто готовый наряд с какой-нибудь там биотканью, которая будет легко перерабатываться, и все будет замечательно. В общем, это все к чему. Вся эта история, она приведет к тому, что большинство ваших поездок и большинство ваших перемещений сегодня по городу, они потеряют всякую актуальность. Ну, ради эксперимента попробуйте взять листик и просто написать, куда вы в течение недели ездите, на что вы тратите время, а главное, сколько времени вы тратите. И вы очень удивитесь, что это будет какое-то огромное количество часов, которые вы тратите совершенно на какие-то бесполезные и неактуальные занятия. Там стоите в пробке, чтобы 8 часов отработать, да, вы еще там 4 часа, наверное, там, 3 часа тратите на то, чтобы перемещаться там до места своей работы. Там еще какое-то количество времени тратите на покупку продуктов, еще на что-то, да, и время дорого стоит, поэтому, конечно, мы переходим к следующему нашему слайду, это полностью изменение транспортного поведения. Здесь уже можно порассуждать о том, как города будут выглядеть. Когда не отпадет необходимость в личном автомобиле, когда не отпадет необходимость в огромном количестве бесполезных поездок, мы перейдем к тому, что мы сможем из города убрать абсолютно токсичную транспортную инфраструктуру. То есть дороги и улицы, которые у нас сегодня есть, которые предназначены для автомобилей, они будут предназначены для нас, они будут для людей. И, в принципе, то, что сегодня происходит во многих городах, когда центры закрывают, делают их пешеходными, и люди начинают гулять. Я думаю, через какое-то количество лет исчезнет такое понятие, как общественный транспорт. Как исчезнет личный транспорт, так исчезнет понятие общественный транспорт, потому что общественный транспорт в том виде, в том числе и сегодня, он тоже уже не нужен, ведь мы сможем с вами очень удобно компоновать машины, маршруты конкретно под ваши задачи и максимально эффективно использовать общий транспорт, который будет. Кстати, в одной из лекций Илон Маск говорил, что общественный транспорт – это ужасно, что представьте, что вы едете рядом с маньяком маршрутки. У него, видимо, какая-то детская травма, не знаю, почему он как-то прям очень на общественный транспорт наезжал. Но, тем не менее, даже в проекте вот его гиперлупа есть такой проект маршрутки, на который вы со скоростью 322 км в час сможете передвигаться. Я думаю, транспорт в будущем будет делиться на три класса. Это первый транспорт и это индивидуальный. Опять же, то, что мы видим сегодня – это всякие, не знаю, там, самокаты, колеса и другие гироскутеры, которые очень активно развиваются. Я думаю, развиваться будут дальше, потому что на расстоянии до 5-10 км гораздо удобнее будет перемещаться на каком-то индивидуальном транспорте. Через несколько лет эту технологию достигнут некого совершенства и совершенно нормально будет, что большинство людей погодно будет передвигаться к какой-то индивидуальному электротранспорту. Второй транспорт – это когда нам нужно будет передвигаться между какими-то районами. то, что мы сегодня делаем на машине – 40-50 до 100 км, там мы будем как раз уже перемещаться на каких-нибудь подземных, по подземным туннелям, которые, надеюсь, его в Москве построят. Ну и, собственно, третье – это уже на данное расстояние. Здесь все понятно. Поезда, самолеты, думаю, примерно так это останется. Но вся эта история, она, конечно, координатным образом поменяет внешний вид наших городов, потому что как только город перестанет ориентироваться на автомобиль, у него сразу изменится внешний вид и вообще все, что мы видим. Ну, с роботами все понятно. Роботов мы ждем второе пришествие роботов. Роботы, которые начнут нам мстить, и они будут очень мстительные и злые. На самом деле, первый раз роботы нам пришли в начале прошлого века, да, индустриализация, чтобы за нас работать, выполнять там тяжелый труд, автоматизация производства. Второе – пришествие робота будет, когда роботы начнут за нас думать. Вот здесь, как бы, очень, я думаю, многим будет полезно. Наконец-таки можно будет перестать думать, ну и, собственно, перестать работать. Это та проблема, которую, опять же, нужно будет решать. Решать ее, ну, с помощью безусловного дохода. Такие эксперименты, они поликонечко начали проводиться в разных странах. Ну, в принципе, подобная модель она есть. В Скандинавии можно, в принципе, и работать, и получать вполне хорошее пособие для того, чтобы достичь какой-то минимальный образ жизни. То есть, вот это вот тупое просиживание штанов, которым сегодня занимаются многие люди. Ну, у вас, наверняка, есть кто-нибудь знакомый, который работает охране. Вот. То есть, его работа одна — открыть с комборд, сидеть, иногда там приставать к людям, запрещать их фотографировать или еще что-то, потом уходить домой. Вот. И, собственно, больше ничего он не выполняет. Это грустно, но этот человек может сидеть, например, и дома. Поэтому роботы, конечно же, нас всех победят, большинство профессий. Они куда-нибудь исчезнут. Вот. Да, у нас график деиндустриализации — то, что падает количество рабочих мест. Все меньше и меньше людей начинают работать, и сегодня, когда вы приходите на любое современное производство, вы видите там только несколько операторов, которые следят на конструкторах за тем, как там все происходит. Абсолютно больших процессов на любом современном производстве сегодня выполняется автоматически, и люди в этом никак не участвуют. Кстати, интересный момент, что люди думают, что не все там профессии никак-то исчезнут, какие-то останутся, какие-то не останутся. Но вот то, что сегодня не исчезли рабочие профессии — это вопрос исключительно экономики. То есть чисто по экономическим причинам в заводе выгодно, чтобы гайки закончили у человека, а не робота. То есть сегодня любое производство может быть стопроцентно автоматизировано, и нет такой роботности, которой нельзя было автоматизировать. Опять же, вот я был сейчас несколько недель назад в Нью-Йорке, и я пошел в магазин. Да, вы все как представляете современный магазин, что вы там берете товары, когда подходит какой-нибудь автоматической кассе, например, да? Вот. А там нет вообще кассы. То есть Amazon начал уже открывать магазины. Я так не понял, как это работает, это совершенно замечательная штука. То есть вы просто заходите в магазин, там стоят кнопники, это как в метро. Вы на этих кнопнике так скарируете штрих-код, то есть Amazon знает, что вы это вы. И дальше заходите в магазин, берете любые продукты с полок, которые там лежат, и просто выходите из магазина. Вы больше ничего не сканируете, вы не сканируете свои покупки, у вас никто не просит мелочь, вы не ругаетесь с охранником на выходе. У вас все замечательно. И у всех все замечательно. После этого у тебя просто с карточки списывается сумма, на которую ты купил. Как они считают, я не знаю. Я под пределом, на потолке у них стоит кучка к них-то камер, таких черненьких. И, видимо, они как-то скопируют все и все это дело понимают. Вот. Соответственно, вопрос-то в том, как быстро и какие профессии начнут исчезать, и чем будет заниматься человек, которому не нужно будет работать. То есть есть две версии, да. Одни считают, что в первую очередь у нас исчезнут профессии вроде там водителей, курьеров, вот весь такой вот монотонный, там, тяжелый труд. Но другие, они считают, что в первую очередь, они, кажется, занимаются профессии творческие. Потому что с творческими профессиями, во-первых, будет проще их уничтожить, по причине того, что за них особо не будет, там, впрягаться бюрократы, потому что не так много людей этим занимаются. Ну, например, в профессии архитектора. Вот. А во-вторых, любой человек, кто будет вообще в жизни заказывать логотип, он знает, какая проблема вот этот вот дизайнер, который рисует тебе логотип, срывает сроки и вот этот вот полнейший кошмар, поэтому каждый человек в душе хочет, чтобы вместо дизайнера уже работали какие-нибудь нейросети и придумали вам логотипы не хуже, судя Артемия Лея. Вот. Мне, кстати, кажется, судя по последним логотипам, у них уже кто-то такой работает. Я думаю, через год Тёма выйдет и скажет, что я вас всех затронил, на самом деле все последние логотипы, которые вы хейтили, рисовал вот этот вот робот Адольф. Вот. Большое спасибо. Вот. И он нам заработал много денег. Поэтому есть мнение, что как раз исчерпнут с развитием нейросетей, самообучаемых алгоритмов, исчерпнут как раз творческие профессии, потому что это позволит, во-первых, гораздо эффективнее выстраивать там любые процессы и которые много денег. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, как это дело пойдёт. И что же произойдёт после всего этого? Мы опять возвращаемся к городам будущего. Мы здесь будущее обсуждаем. Что после этого произойдёт? Как должны поменяться города? Как они будут выглядеть? И как захотят жить люди? Представьте, что вам не нужно работать. Ну, то есть вы можете работать для себя, можете развиваться, заниматься творчеством. В общем, может, это всё угодно, у вас есть некий там безусловный доход. Вам выплачивают 5000 рублей в месяц, на который вы можете совершенно спокойно жить полдня. Вам не нужно ходить на работу, потому что вся ваша работа, она у вас дома. Вы надеваете какие-нибудь очки виртуальной реальности, вы видите своих коллег и сидя у себя на кухне, можете любоваться любыми видами, находиться в любой атмосфере, делать проекты, общаться с любыми людьми. И это всё будет здорово и замечательно, и всем будет устраивать. Вам, в принципе, не надо никуда ездить. Представим, вспоминаем слайд, чем занимаются россияне, когда им не нужно ничего делать. Вот процент сидит купит в телевизор. Ну, здесь не будет ещё раз что купить. Что сделает человек? На мой взгляд, человек переедет сюда. Только фланг другой. Вот. Человек переедет в какой-нибудь домик в деревне, и будет чуть-чуть в домике в деревне. Потому что, вообще, если мы с вами возьмём, опять же, последние тренды, которые есть, человек стремится к природе. Это абсолютно естественное желание. А я хочу вам всем напомнить, что в своё время, ну, некоторые из нас слезли с пальмы, и из джунглей обычных потом переводились в джунгли камни. Но любовь к природе у тех, кто из джунглей вышел, она никуда не пропала. Поэтому сегодня люди, при первой возможности, они превращают город, общественную пространство, что угодно, в лес. Если вы посмотрите сегодня все новые общественные пространства, города, районы, которые новые делают, то вы увидите, что все архитекторы, опять же, вспоминая про экономию и про всё остальное, они пытаются впустить лес, впустить дикую природу, вот вернуть её обратно в города, чтобы, наконец-таки, наши города стали быть похожими на вот эти вот кадры из фильмов про будущее, где заброшенный город и природа берёт своё. Вот я не нашёл совершенно такие замечательные планы по реконструкции центральных площадей Парижа, которые решили, что площади нам уже не нужны, а раз теперь будет лес. И будет вот это как-то так выглядеть. Окей, это был не тот слайд. Собственно, я думаю, как раз в это время и начнётся обратная миграция. То есть то, как раньше люди из деревень мигрировали в города, теперь люди начнут мигрировать в некие поселения, не знаю, экопоселения, что угодно, чтобы быть максимально ближе к природе и чтобы, не дай бог, не оказаться вот в этом футуристичном городе, в котором, сколько вот один молодой человек, который где-то здесь сидел, о, ты, в котором ты будешь один там жить, тебе будет скучно, а мы все уедем в лес. Вот. Если спросить людей о том, что вообще им нравится и где их хотят жить, да, мы имеем такую картину, что абсолютно большинство людей идут жить либо в отдельном доме, либо коттеджер типа, либо в отдельном доме деревенского типа, да, здесь вот у нас 70%. Люди хотят действительно жить в своём доме, но право в том, что сегодня они себе не могут это построить, потому что по тем причинам, по которым я сказал, да, свой дом, он не может при нынешнем развитии так технологий, он не может вам обеспечить необходимый набор с сервисом, без которых полноценно там существование сегодня невозможно. И здесь моя любимая тема. Вы все спрашивали, да, что же у нас будет с этими прекрасными новыми районами, что с ними будет, с ними будет вот вся вот эта история. Она, естественно, будет проходить, но она, по крайней мере, не так болезненна, как нам казалось это в начале нашей лекции. Потому что, когда в начале мы думали, а что сделать со всеми этими людьми, да, и как всё это будет происходить? Я думаю, лет через, там, 30-40-50 мы увидели совершенно естественную картину обратной миграции населения из городов в какие-то экопоселения. А все эти районы, они будут совершенно естественным образом пустовать, и их, может быть, совершенно безболезно смести, не боясь, что мы никого-то обидим, что вдруг оно останется без своего домика. И здесь мы опять возвращаемся... Так, мы здесь немножко накутались из Фальды. Это тоже Париж. Да, это тоже Париж. О, супер. Да. И мы опять возвращаемся к тому, в чём мы будем жить. Вот. Как-то не удивительно, люди себе представляют, рисуют, даже архитекторы, которые рисуют все картинки городов будущего. Вы видите, что они продолжают заниматься какими-то необычными формами, что такое, какой-то космический дизайн, какие-то шары, что-то ещё. На самом деле всё это уже было. То есть футуризм и увлечение всеми вот этими странными формами, мы это прошли ещё в прошлом веке. И это нигде не прижилось. То есть ни в одной стране мира, где пытались как-то найти какие-то новые формы и что-то что-либо делать, это по какой-то причине не приживается, не хотят. Люди хотят жить вот в таком доме. На протяжении веков люди хотят жить в таком доме, и это считается, если вы сегодня приближете любого там, ну, чему-то есть возможность там свой дом построить, он построит что-то такое. Но он обратится опять к отличным традициям архитектуры, он захочет себе вот что-то человеческое, нормальную дверь, нормальную там прямоугольную комнату, нормальный сад у себя под окном. Никто не хочет, чтобы было что-то космическое невозможно, в котором сложно жить. Поэтому, говоря про города в будущее, которые сегодня у нас представляют как-то так, на примере Дубая, я думаю, это города прошлого. Это те города, которые думали, что будут сто лет назад по этим рекламам. И вот с этими идеями их до сих пор сегодня строят. Но в будущем это имеет малое отношение. Скорее всего, если, возвращаясь ко всем изменениям, которые могут у нас произойти в дальнейшее время, человек в свое время с дерева слез, ну и, собственно, на дерево человек гранили поздно залезет, и на дереве будет жить в гармонии с природой, и все у него будет хорошо. Вот. На этом все. На этом все. Спасибо вам большое.